Вопросы после моей короткой презентации, немного провокационной. Иван, далеко не уходи, потому что нам потом отвечать вдвоем. По прогнозу Ивана в течение нескольких лет объем рынка может увеличиться в несколько раз, но имейте в виду, что даже с ростом 22%, 20-19, 22% рост за 10 лет дает увеличение в 10 раз. В 10 раз за 10 лет. На порядок. Я думаю, что 22% для рынка услуг, для аутсорсинга, это не предел для аутсорсинга разработки, поэтому можно даже расти и быстрее. На мой взгляд, основные драйверы, которые сейчас будут способствовать развитию рынка контрактной разработки в России, это то, что крупные торговые и IT-компании создают собственные продукты, не имея собственных ресурсов инженерных по разработке аппаратных решений. Почему они создают? Ну, очевидно, есть тренд на импортозамещение, государство заставляет. И это первая строчка. Сейчас они реализуют эти KPI по импортозамещению, покупая конструкторскую документацию за рубежом, но долго так не может продолжаться. Об этом были выступления в первой секции. Техническую поддержку заказчиков оказать, не имея представлений, как разработана продукция, невозможно. Поэтому все эти заказчики объективно, кто сейчас начал продавать продукцию по покупной конструкторской документации, и сейчас они будут вынуждены перейти на разработку своих продуктов, а не имея своих ресурсов, они обратятся к контрактникам. Контроль аппаратной платформы IT-сервисов, что заставляет Яндекс, например, вкладываться в разработку, ну, например, телевизоров. Потому что телевизор – это аппаратная платформа для разных интересных сервисов, которые Яндекс хочет продвинуть на рынке. Поэтому простые достаточно телевизоры, которые сейчас начинают появляться в России, будут разрабатываться в России. Сейчас в основном программная оболочка, но и до аппаратуры тоже дойдет. Управление жизненным циклом. Все об этом было сказано в первой секции. Необходимо управлять жизненным циклом, компоненты меняются, снимаются, производятся, нужно делать. И оптимизация аппаратуры под ПО – отдельный драйвер, который связан с тем, что, ну, да, в России очень хорошо развит рынок разработчиков программного обеспечения, но повышение технических характеристик программно-аппаратных комплексов, базирующихся на стандартном железе, ограничено. И дальнейшее повышение характеристик зачастую программисты решают через перевод программных решений на стандартной платформе в аппаратную реализацию. Все это объективные факторы, прям вот хотим-не хотим, это все будет работать, и это будет одним из двух главных драйверов развития контрактной разработки. Второй драйвер, о котором поговорим в заключительной секции нашей конференции, внедрение российских микропроцессоров и микроконтроллеров, никуда никому не деться. Переход на российские процессоры в критической инфраструктуре будет происходить во всем мире, в каждой стране эту задачу будут решать, потому что цифровизация и все остальное ставят вопрос о безопасности государства. Поэтому хотим-не хотим, это будет везде. Может быть, отложат на пару лет, потом отгребут таких рисков, что придется в ускоренном темпе нагонять. То есть производители процессоров не могут обеспечить техническую поддержку всех производителей вычислительной техники, телекомбород, не могут, нет у них таких ресурсов. Им нужен какой-то расширитель. Вот расширителем таким узкого горлышка являются как раз контрактные разработчики, которые, на мой взгляд, станут ключевым звеном в экосистеме российских производителей процессоров. Поговорим об этом в последней секции. И да, вот у независимых контрактных разработчиков они вполне могут занять такой особый статус в экосистеме производителей процессоров, потому что сложно решить конфликт интересов между производителями конечного оборудования. Они между собой борются за рынки, и нужно каким-то образом нейтрализовать конфликты. Через контрактных разработчиков сделать это можно очень красиво. Это основные драйверы. И я думаю, что рост будет таким. Число компаний будет расти, но не очень быстро. Десятки процентов за ближайшие 3-5 лет. Всего десятки процентов. Но с чем это связано? Будет встречный процесс. Число инженеров, которые может привлечь контрактный разработчик, да, расширяемое. Число руководителей проектов с необходимым опытом растет гораздо медленнее. То есть все-таки руководить проектами и компаниями должны люди с очень большим опытом. Их быстро не обучишь и не наберешь. Поэтому мой прогноз не будет расти очень сильно. Число проектов рост в разы. Ну, связано с теми драйвера, о которых говорил. Число сотрудников рост в разы. Число сотрудников, которых будут привлекать контрактные разработчики, будет расти гораздо быстрее, чем число компаний. Компании будут становиться крупнее. Численность сотрудников будет расти. Число проектов, обрабатываемых ими, будет расти гораздо быстрее. Факторы, которые на это будут работать, здесь представлены. И объем заказов, я думаю, Иван сказал, в разы, а я считаю, что вырастет на порядок. На порядок. Вы видели вот те три очепенца с очень хорошими показателями на слайдах Ивана? Это просто первые ласточки. Я думаю, что компаний с выручкой в сотни миллионов рублей будет много, а крупнейшие российские контрактные разработчики будут иметь выручку в миллиард и больше. За счет этого рост на порядок, потому что крупные заказчики, когда заказчики выходят с выручкой в сотни миллиардов рублей, то почему бы контрактному разработчику не иметь хотя бы один миллиард? Логично. До сих пор этого не было, потому что рынок традиционных заказчиков контрактной разработки составляли нишевые компании, у которых выручка у самих исчисляется сотнями миллионов. Как на заказчиках с выручкой в сотни миллионов можно сделать бизнес-миллиард? В контрактной разработке, наверное, никак. А на заказчиках с выручкой в сотни миллиардов сделать бизнес-миллиард можно. Затыки и разрывы, что будет мешать реализации этих радужных перспектив? Во-первых, уровень контрактной разработки в России нужно подтягивать, безусловно. Вот здесь представлено, что конкретно нужно тянуть, и этому будут посвящены следующие выступления. Стандартизация, специализация, сетевые функции, которые нужно развивать всем. Потенциал традиционных заказчиков, я сказал, его нет. То есть традиционные заказчики – это хорошо для поддержания штанов на текущем уровне. Все перспективы связаны с новыми заказчиками, о которых я сказал в самом начале. Но у этих новых заказчиков есть проблема. Они не готовы сейчас, по крайней мере, растить сами и развивать своих партнеров по разработке. И в этом главный затык. Как им объяснить, что это не проблема контрактного разработчика, это и их проблема тоже, им нужно инвестировать и развивать своего партнера. Это совместная работа. Нужно об этом думать. У нас на эту тему сегодня не будет ни одного доклада. Но может быть в следующий раз. Теперь вопросы мне и Ивану. Кстати, мы Ивану не аплодировали, можно сейчас хотя бы. Ихлазов Саид, контракт электроника, Иван Ларионов. Я, может быть, прослушал, а вот эта вот статистика. Вы там разделяли дизайн-центры, которые занимаются только разработкой, и те, которые совмещают там и продуктовую тематику? Или вы просто в общем разослали запросы, вам ответили что-то? Мы в общем разослали запросы, но вопросы внутри этой анкеты были конкретизированы. То есть нам нужен оборот именно этой части вашего бизнеса. Нам нужны сотрудники, которые занимаются только этим. Ну вот смотри, ты же понимаешь прекрасно, что у подразделения разработческого, даже если оно на контракт еще работает дополнительно, которое входит в состав какого-то предприятия, имеющего свою продукцию, и продающего, и живущего на этом. Немножко все-таки другие приоритеты, другой акцент и другие возможности. Понимаешь? Чем у дизайн-центра, который только этим живет, коммерческого. Как у вашего. У них, несомненно, вообще разные возможности. Поэтому и ответы у них совершенно разные могут быть. Да. И статистика. Надо разделять. Но, да, это отличное замечание, но есть проблема. Очень мало компаний, во-первых, вообще мало компаний. То есть если 20 компаний сообщили свои цифры, можем из них выкинуть 16. Столько чистых взять. Только чистых. Остальное проигнорировать. Или можем дать ситуацию в целом, потому что все-таки они конкурируют на одном рынке. За одного заказчика. Пускай кто-то из них имеет неконкурентные преимущества в виде материнской компании, которая их кормит, а контрактный заказ они берут за бесплатно. Такое есть. Но и у контрактных производителей такое есть. Ну, в общем, у всех компаний. Во всех сферах такое. Но они все равно конкурируют. У меня предложение, когда мы к следующей конференции, может быть, к следующей конференции попытаться сформулировать как раз определение контрактного разработчика. Хорошо. Такое вот именно рыночное на нашем сегменте. Да, у нас был такой вопрос внутри. Влад переводчик его сформулировал. Вопрос у нас внутри мы его будем решать. А может ли вообще контрактный разработчик в России сейчас жить только за счет контрактной разработки? Судя по вот тому графику, что-то не похоже. Вы живете прекрасно. И еще одни вот живут прекрасно. Вы вместе и живите. А весь остальной рынок как бы живет немножко по-другому. Почему здесь вопрос идет про совмещение моделей? Потому что компании пытаются, на мой взгляд, компании пытаются выжить каким-то образом, сохранить эту контрактную разработку как свое преимущество, но не могут ее прокормить саму в себе. У меня есть вопрос к Ивану и к Ивану. Один и тот же вопрос, но я надеюсь, ответ будет разный. Вот, как мы поняли, совсем недавно, вот единица месяцев назад была создана секция, прошу прощения, Борис Рудяк, Компел. Была создана секция контрактной разработки в ассоциации АРП. Какие были предпосылки создания этой секции и почему именно сейчас, а вот, допустим, не раньше? Ну, я могу ответить. Комитет был создан раньше, на самом деле, просто он был в таком пассивном режиме. Пришел Иван, мы переспали неделю в палатке, и все пошло. Вот и все. Ты рефлексируешь очень по этому поводу. Забудь, все нормально. Что было в походе, осталось в походе. Мой ответ, мне совершенно неизвестно, почему так произошло. Я за АРП, мы смотрели на АРП несколько лет назад, потом мы потеряли вообще из своего фокуса ассоциацию, никак в ней не участвовали. Буквально несколько месяцев назад, я не знаю по какой причине, может быть совершенно случайно, да, я проспал в одной палатке, соответственно, да, и дальше вот новые перспективы открылись передо мной. И да, я, конечно, надеюсь, что это все полезно не только для меня, но и для рынка в целом, что все из этого извлекают пользу. Да, фактор случайности очень-очень важен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Продолжение следует...